360 тысяч резервистов к настоящему моменту не мобилизируют просто так. Для газа с лихвой хватило бы 100-120 с запасом. Это значит, Израиль готов ко всем сценариям, и самая вероятность из них – это вступление в делах Хезбаллы на северной границе. Там уже идут бои, Вчера была попытка проникновения. Израиль наносит удары авиации, артиллерии по приграничным районам, целям в приграничных районах Южного Льва. Хезбалла на голову больше, вооруженнее и профессиональнее Хамаса. Она может доставить огромное количество неприятностей. Одних ракет у них даже не десятки, а сотни тысяч, которые долетают на две трети Израиля. Поэтому израильская армия готова, но здесь надо посмотреть не на израильскую, а на американскую. По некоторым данным, второе авианосно-ударное соединение пошло уже к берегам Израиля. И здесь становится вопрос в платную воду. Первое. Американцы допускают, допустили сегодня на уровне официальных лиц, силовое освобождение американских заложников в газе. Потому что туда попали, были убиты 11 американских граждан, а часть попала в плен. Там не меньше 130 заложников, среди них маленькие дети, двух-трехлетние и так далее. Поэтому американцы настроены крайне жестко. Вплоть до силовой зачистки газа, участия в силовой зачистке газа, освобождение заложников. Второе. Все понимают, что все было инспирировано Ираном. Появились соответствующие публикации. Где-то там маячит РФ еще. И возникают вопросы, может ли дойти операция так далеко, что наказывать будут уже спонсоров атаки, так сказать, Иран и организатор. Непосредственно здесь Израиль и США готовы. Они неоднократно отрабатывали на практике нанесение совместных ударов. Дойти может до всякого. На то, что реакция будет предельно жесткая, я не сомневаюсь. Вопрос, какова это политически невоенная, куда они будут заводить операцию. Уже появились предварительные оценки, что будут отжимать в газе в Египет. Как бы, да. И вообще прекращать существование анклава. Но думаю, что это очень смелый прогноз. И надо реально смотреть на то, что происходит реально. Есть и другие оценки, что будет показательная опорка. Жесткая операция, жесткая операция очень. Но все-таки газу как анклав ликвидировать не будут. Ну, хотя вот Галланд, министр обороны, он говорит, что газа в прежнем виде не будет. Посмотрим. Они не раскроют своих планов. А кроме того, на Ближнем Востоке меняется все очень быстро. С утра могли быть одни планы, к обеду уже другие, потому что вмешалась там третья сторона. Самый худший сценарий для Израиля – одновременно исландский джихад. Хазбалла вступает в войну, кроет ракеты. Иран, например, начинает бить баллистическими ракетами по израильским и американским базам. Либо и или атакуют с Сирии, где множество проиранских формирований. То есть через сирийскую границу, либо через Ливан. Точно так же. И вот эти 360 тысяч, это как раз израильских мобилизованных, это как раз и есть готовность к войне на три фронта. Поэтому там хорошо знают, что делают, и готовятся ко всем вариантам, причем самым худшим.